реализовать свою идею и проверить гипотезу таких ноу-код zero-код технологий можно ли сделать так набил шишки на каждом из этапов и учет того собрал в компот и получилось миллиарда запросов сутки под капотом это все является платформой мини приложения когда ты видишь пользователь использует продукты которым ты приложил руку там вообще космос давайте начнем меня правда зовут руслан я работаю в контакте практически 7 лет и последние четыре года занимаюсь развитием открытой платформы вики и mini apps про нее сегодня и поговорим рассмотрим те элементы архитектуры которые я считаю наиболее важными и значимыми для платформы начнем с предпосылок для чего вообще все это создавалось первую очередь это запрос аудитории контакте развивался как суперап на самом деле самого начала там появился мессенджер лента музыка группы сообщества он все время обрастал обрастал новой функциональностью и удовлетворять потребности аудитории становится все сложнее и сложнее то есть нам необходимо научиться выходить за рамки классических сценариев и прорабатывать их но мы и сами хотели этого то есть у нас существовала и такая же потребность изнутри то есть часть проектов которые мы делали для себя необходимо было развивать дальше при этом проект действительно очень большой и привлечь тысячи разработчиков в один даже репозиторий это довольно челенджовая задача опыт опыт азиатских стран ни для кого не секрет что в Азии платформы мини приложений суперапов довольно популярны и мы захотели повторить этот опыт давайте посмотрим что из себя сейчас представляет vk mini apps это кросс платформенные веб приложения созданные на базе классических веб технологий запускающиеся внутри клиента социальной сети они доступны на платформе ios android web они работают без установки то есть их не нужно скачивать достаточно просто найти их внутри клиента вконтакте кликнуть запустить и у вас доступна новая функциональность легко и быстро разрабатывается поскольку технологии мы здесь используем классические это html js css создать такие приложения действительно очень просто наверное каждый разработчик когда-либо в своей жизни делал ну небольшой свой веб-сайт разработками няпс такая же простая как и создание своего сайта но и имеют доступ к аудитории вконтакте то есть нам было важно соединить платформу те возможности которые у нас есть изнутри и дать их дать их разработчикам цифры 45 миллионов это наша ежемесячная аудитория которая пользуется мини приложениями более 30 тысяч разработчиков создали свои сервисы на платформе вот эта аудитория рассчитана на 300 человек поэтому если бы мы всех на эту конференцию разработчиков платформы позвали то нам пришлось бы 100 таких аудитории взять чтобы их всех собрать действительно много что по нагрузкам трудно дать одну какую-то цифру но наш бэкэнд который обрабатывает запросы платформы выполняет практически 2 миллиарда запросов в сутки 32 тысячи рпс в пике это пиковые наши значения и это полтора процента от нагрузки вконтакте можете представить насколько вконтакте как социальная сеть большие а что создает эту нагрузку какие вообще приложения бывают ну это в первую очередь приложение открытой платформы созданные сторонними разработчиками это может быть сервис или игра сервис например мосты санкт-петербурга очень популярен в период летней навигации сам я из питера или же эта игра сокровища пиратов ну можно залипнуть поиграть мы сами не стесняемся использовать платформу для развития собственных проектов например вк знакомства или тренировки вконтакте которые есть внутри нашего клиента они созданы тоже на базе этой технологии потому что это действительно просто и мы делаем один проект который работает сразу на всех платформах найти хорошо используемые и для системных сервисов такие сервисы тоже мимикрируют клиент вконтакте то есть путешествие по клиенту вконтакте вы не всегда можете заметить что касается этих мини приложений поскольку они используют единую дизайн систему и вы не можете иногда отличить это вообще веб приложение или натив то есть он повторяет нашу дизайн систему ну и все же у нас конференция по архитектуру чтобы про нее начать говорить надо сначала понять какие у нас требования стояли то есть нам нужно соединить ту функциональность которая была доступна разработчикам внутри компании и дать ее наружу да открыть сторонним разработчикам доступ к тем технологиям тем интерфейсам и возможностям которые есть у нас мы не нам необходимо было снизить порог входа то есть дать простые инструменты можно сказать кирпичики из которых разработчики создадут свои проекты и унифицировать все подходы то есть мы и внутри разрабатываем и снаружи нам хотелось чтобы это все работало как единая технология с едиными интерфейсами единым одинаковым поведением если посмотреть что из этого получилось то у нас с одной стороны есть development layer он направлен на разработчиков это всякие инструменты панели доступов админки они очень важны в момент того когда разработчик приходит к нам на платформу он знакомится с этими инструментами вовлекается реализует создает свое первое приложение то есть такие инструменты должны быть очень простыми это инструменты развертывания масштабирования то есть когда разработчик сделал свои проекты создал свой первый проект ему важно где-то его разместить мы частично решаем эту задачу runtime runtime предназначен для того чтобы обеспечить обеспечить работоспособность вообще всей системы ее унифицировать все интерфейсы стандартизировать подходы и сделать единый такой единую систему пойдемте в runtime когда собирал тот слайд число компонентов росло росло и в какой-то момент я остановился решил что этого хватит на самом деле мы про все это говорить не будем иначе мы не разойдемся наверное до конца недели но каждый из элементов системы является кирпичиком который важен для того чтобы все функционировало так как все функционировало так как требует система то есть это могут быть какие-то js инъекции которые у нас происходят в runtime они тоже нам очень важны и вы их не всегда там замечаете разработчики не всегда про них знают но они решают свои какие-то утилитарные задачи посмотрим на общую схему как мини приложение взаимодействует с нашей платформой у нас есть веб-приложение его создал разработчик это может быть миниап игра или сервис оно размещено на нашем хостинге зачастую оно взаимодействует с VK Bridge нашей шиной данных это интерфейс через который меня может запрашивать получать ответы от платформы этот интерфейс в свою очередь взаимодействует с клиентами клиента у нас 3 а платформы 4 потому что мы разделяем мобильную версию ВКонтакте на десктопе и десктопную версию это абсолютно интерфейс на разные системы далее у нас клиенты получают эти команды парсят их и вызывают нужный нативный обработчик какие нативные обработчики у нас бывают например устройство может получить доступ к Taptic Engine то есть из WebView можно вызвать Taptic Engine и устройство завибрирует это свойство которого как правило нету в WebView то есть мы дополнительно расширяем возможности платформы всего у нас порядка так всего существует два типа взаимодействия то есть метод и событие мини-приложение может что-то запросить и получить в ответ от платформы запрос каких-то данных например информацию о пользователе или же оно может получить какое-то событие в системе например событие жизненного цикла пользователь закрывает приложение и мы обязаны сообщить этому приложению что произошло какое-то событие в системе есть некоторое время допустим чтобы сохранить состояние интерфейса сохранить какие-то данные до того, как мы убьем процесс. Всего у нас порядка 250 хендлеров, которые реализуют ту или иную функциональность платформы. И 25 событий. Как правило, это события жизненного цикла, ну или события, на которые меня подписался, чтобы их получать, когда какое-то действие произойдет в системе. Какие дополнительные возможности бывают? Ну, во-первых, это доступ к датчикам устройства. Можно реализовать различные функциональности, связанные с гироскопом, акселерометром, можно Touch ID вызвать на самом деле, Face ID, можно камеру вызвать, GPS получить, ну то есть то, чего нету в стандартном WebView. И эти возможности мы навешиваем на платформу. Но поскольку мы контролируем рантайм, то мы хотим какую-то дополнительную ценность из этого извлекать. И так как у нас разработчиков очень много, их тысячи, заставить их оптимизировать свои проекты, на самом деле, нетривиальная задача. То есть это очень инертный организм. Мотивировать тысяч людей делать свои проекты лучше очень сложно. Поэтому мы в рантайме стараемся оптимизировать их проекты самостоятельно. Одним из таких элементов нашей системы является наша кэширующая прокси. То есть вообще почему-то мы о перформансе заботимся. Ну, перформанс влияет на поведение пользователей внутри приложения. Чем быстрее работает ваше приложение, тем лучше качество, тем лучше конверсия, тем лучше бизнес-показатели. Поэтому перформанс очень важная штука. На эту тему очень много ресерчек, крупные компании провели. И мы стараемся решать эту проблему за разработчиков. Так вот, что делает эта прокси? Она перехватывает запросы на загрузку ресурсов от мини-приложения и кэширует их на диск. Поэтому повторные запуски, которые происходят, они сильно ускоряются, поскольку нет дополнительного похода в сеть. То есть все, наверное, если посмотреть на весь цикл запуска приложения, то 90% времени мы работаем с сетью, что-то ждем, что-то выкачиваем. И когда мы подкладываем такую прокси, мы сильно ускоряем повторное взаимодействие с нашей платформой. Более того, мы можем что-то кэшировать и предзагружать. Например, там индекс HTML. Что это нам дает? Ну, гибкость. Поскольку система очень простая, есть всего два типа взаимодействия метод и события, мы можем бесконечно добавлять новую функциональность, переопределять ее и управляемость. Мы контролируем весь рантайм, мы можем находить узкие точки оптимизации, узкие точки в нашей системе, оптимизировать их для каждого участника. Development layer. Здесь главный это разработчик для нас. Мы должны дать ему инструменты, чтобы у него наступил такой satisfaction. Он начал пользоваться нашими инструментами, действительно работали, решали его потребности и задачи. Про один из таких инструментов мы как раз поговорим. Это хостинг статики. Наш хостинг статики используется, в нем опубликовано больше 8500 приложений, 570 гигабайт данных это все занимает. На самом деле немного по нынешним временам, но стоит понимать, что наша платформа имеет приставку mini. Это маленькие приложения, которые чаще всего весят 10-20 мегабайт. Ну, какие-то игры могут весить побольше, но в основном это очень маленькие JS-ные приложения, которые разрабатываются для того, чтобы они лишали какую-то одну утилитарную задачу. Что мы используем в качестве хостинга? В качестве хостинга мы используем CEF. Давайте посмотрим на взаимодействие. Значит, разработчик берет сила ITALZU, которую мы ему даем, он ее может установить, вызвать в консоли. Его проект загрузится в наше временное хранилище. Далее у нас пройдут некоторые аудиты того, что он к нам загрузил вообще. Это проект, это меня в исходнике загрузил, или может там видео, чтобы мы наш хостинг использовали по назначению. Вот если все аудиты пройдены, то наш демон перекладывает это в постоянное хранилище. В качестве постоянного хранилища мы используем CEF. Ну и поверх этого CEF у нас есть CDN с более чем 200 узлами по всей России, который призван ускорять загрузку статики наших приложений. Почему CEF? Ну, во-первых, он позволяет гибко квотировать наши ресурсы, довольно прост для использования, но не для эксплуатации. в нем мы храним всю историю изменений. Это позволяет нам в любой момент откатываться на то состояние системы, которое важно нам здесь и сейчас. То есть разработчики могут очень часто вносить изменения в проект, публиковать десятки тестовых доменов, и все эти состояния мы сохраняем. Если в какой-то момент что-то пошло не так, мы можем по запросу разработчика разобраться, где же его проект на самом деле, если он его потерял. Такое иногда тоже случается. Но поскольку все задачи перформанса мы не можем решить за разработчиков, нам нужно их как-то к этому толкать. Одним из инструментов, который толкает разработчиков, это наш lighthouse-робот. Он периодически обходит все приложения на платформе, генерирует для них некоторый отчет и публикует их в админке. То есть у нас есть платформа, через нее у нас, в ней у нас происходят какие-то события, либо по таймеру, либо событие произошло, допустим, обновление приложения после загрузки, мы хотим сразу перегенерировать этот отчет. Есть чекер-сервайз, он у нас расположен за пределами ВКонтакте, поскольку он призван измерять перформанс наших приложений. Было бы нечестно, если бы он это делал изнутри ВКонтакте, рядом с нашими серверами. Мы хотим полную честность здесь соблюсти. Более того, если мы перестанем в какой-то момент доступны, то к нам не придет отчет или отчет придет о том, что платформа не работает. Такой независимый наблюдатель в системе. Работает он на Node.js, запускается безголовый хром, запускается лайтхаус, генерируется отчет, и отчет обратно отправляется в виде JSON к нам в платформу. После этого разработчик в системе видит примерно вот такой вот отчет с рекомендациями того, что ему нужно сделать. Там могут быть рекомендации, что он должен свои файлики пожать получше или избавиться от крупных картинок, или же он использует устаревший фреймворк, то есть все три типа рекомендаций мы ему даем по производительности, современности приложения. Ну и в заключение давайте поговорим про планы. Планы у нас грандиозные. Платформа у нас действительно большая, много разработчиков, и ее нужно двигать дальше. На данный момент мы уже интегрированы в некоторые проекты группы, кроме ВКонтакте. Это одноклассники. С недавнего времени мы запустились в Русторе, поэтому наш большой план интегрировать во все проекты группы, чтобы унифицировать подходы к разработке и работу со встраиваемыми веб-приложениями. Ну и в заключение. Подчините свой рантайм. Это позволит вам гибко работать с вашей системой, управлять ею, масштабировать так, как вы захотите. И думайте о разработчиках, думайте об их перформансе, думайте о том, чтобы им было удобно. Разрабатывать инструменты для них действительно приятно. Спасибо за внимание. Спасибо, Руслан. Коллеги, давайте не уходи со святого квадратика. Хорошо. В трансляцию. Коллеги, можно попросить вас микрофон дать? Спасибо за доклад. Было очень интересно. Захотелось даже самому попробовать что-то. И вот в связи с этим возник вопрос, а есть ли какие-то инструменты по монетизации, по продвижению вот этих хапов? Есть. Да. Я думаю, что я могу даже сказать эти цифры. За прошлый год мы выплатили разработчикам за интеграцию рекламы более 400 миллионов рублей. Сумма примерно такая. То есть это все монетизируется. Можно встраивать рекламу в свои приложения. Можно делать инап платежи с голосами. То есть все зависит уже от того, какое приложение ты создашь и какую там механику ты выберешь. Но инструменты монетизации мы даем. Спасибо. Привет. Очень классный доклад. Прям понравилась презентация от диаграмм. Получил прям большое удовольствие эстетическое. Спасибо. Вопрос про оптимизацию. Вот вы сказали, что меня имеют доступ к нативному MPI, то есть допустим Face ID. Но мы понимаем, что мы говорим про OGS. И допустим, если вспомнить PVA, что нам предоставляет браузер. То есть мы не получаем доступ, получается, к Face ID через браузер. И отсюда вопрос. То есть вы, получается, инжектите этот функционал каким-то образом в веб-приложение. И не теряется ли здесь какая-то производительность? Потому что, допустим, на примере Flutter, чтобы вызвать из моего кода Face ID, то я прохожу через некую прослойку, чтобы до него достучаться. И как удалось, допустим, снизить лаги и прочее подвисание с этим? Ну смотри, если мы говорим про iOS и Android, то там с этим получше, поскольку это натив. То есть там мы имеем практически прямой доступ к системе и можем служить просто посредником от того, что мы даем от операционной системы разработчику. Если мы говорим про веб, то там действительно такие тормоза встречаются. Встречаются они даже в гео-апи. То есть мы можем банально у Хрома попросить геолокацию, а он может нам ответить через минуту. Здесь где-то это тормозит в том плане, что сам Хром имеет какие-то некоторые ограничения и баги. Но это не сказывается на функциональности платформы. То есть основной источник трафика – это мобильные приложения. Там у нас все хорошо. С точки зрения, то есть как это работает. Смотри, значит, у нас есть хендлеры. Вот если ты видишь их название сейчас, вот примеры таких хендлеров. То есть они вызываются из JS, клиент их перехватывает в этот момент и происходит нативная обработка. То есть дальше мы идем там в операционную систему, обрабатываем и возвращаем обратно. Ну, каких-то жалоб на тормоза не было. Кроме вот того, что иногда геолокация в Хроме, пошаливает на десктопе вебе. То есть в Хроме у нас своя там реализация всех этих сценариев. Где-то, понятно, мы не можем поморгать фонариком на десктопе, потому что его просто нет или вибромоторчика нет. Это нормально. Здесь мы возвращаем просто, что такая функциональность не поддерживается на этой платформе. Но там, где мы можем, мы даем альтернативу, ну или мимикрируем, реализуем альтернативный сценарий. Прикольно. Спасибо. Да, спасибо еще раз за доклад. У меня есть пара вопросов, потому что миниапсами я пользуюсь уже очень давно, наверное, с момента их старта. И первый мой вопрос, это для чего на миниапсы пускают 3D-игры, хотя для этого есть Direct Games? Можешь, пожалуйста, еще раз? Для чего в миниапсы пускают 3D-игры, которые ты показывал, если для этого есть отдельная платформа Direct Games? Смотри, с точки зрения Direct Games – это такой больше брендовая история. Под капотом это все та же платформа. То есть у нее есть некоторые там расширения, но игры также могут использовать функциональность платформы в своих сценариях. То есть интерфейс технически как бы один, а то, что он называется там где-то миниапс, а где-то Direct Games – это более такая брендовая история. И лучше категоризируют, она больше направлена на пользователей. То есть технически эти платформы одинаковые. Тогда следующий вопрос. Планируется ли дальше развивать иноклассники, соответственно? Потому что сейчас это сделано некими костылями, когда пробрасываются параметры из ВК и так далее. Планируется, и в данный момент разработка как раз-таки ведется. Я думаю, что в ближайшее будущее мы обновим SDK вместе с командой одноклассников и добавим ту функциональность, которой еще нет в платформе. Будет поддержка, да? И мой последний вопрос. Почему стало такое похабное отношение к модерации приложений? Потому что недавно у моего заказчика вышло приложение в каталог, у которого не были одобрены платежки. То есть ты понимаешь, что это главная по сути функциональность приложения, которые пропустили после бактрекера. Я думаю, что вот это конкретно вопрос дискуссионный очень, да? То есть здесь нужно гораздо больше деталей, и Руслан конкретно на технике. Поэтому вроде бы вопрос как бы интересный, но давайте его в кулуару унесем, пожалуйста. Хорошо, подойди ко мне, мы обсудим конкретный кейс, передам коллегам. Ну да, вообще у меня личный опыт. Я однажды воспользовался миниапсами, мы делали демонстрацию для клауда. Предельно позитивный, ребята вносят изменения, когда надо, но растущая платформа так и должна работать, мне кажется, аккуратно вносить изменения. Коллеги, есть вопросы еще? Ничего себе, а я тут болтаю. Так ваше время трачу. У меня вопрос есть. Смотрите, вот есть нативное приложение, и интересует такой вот тот вопрос. Вот вы много подумали о разработчиках, но если сложится ситуация, что разработчик плохо подумал о вас и написал, ну не очень хороший код, и вот как вы понимаете, это на этапе тестирования отфильтровывается или еще как-то, ну чтобы не приводило к тем историям, когда, допустим, у пользователя начала сильнее разряжаться батарейка именно вот из-за вот этого дополнительного, ну назовем, приложения. Спасибо. Так, давай по частям. Во-первых, эти приложения работают, пока пользователь с ними взаимодействует, они живут некоторое время после взаимодействия и потом вытесняются, да, то есть они перебиваются и не жжут уже там никакую память. Если разработчик сделал плохое приложение, ну с одной стороны мы можем какие-то узкие места полечить, чтобы это работало получше. Например, если мы говорим про iOS-платформу, там есть некоторый пэккаджинг в архивы. Там мы в момент сборки проекта и отправки его на ревью, мы выкидываем некоторые лишние компоненты из архива, которые к нам могут запихнуть разработчик, чтобы он стал полегче, да, и мы там компрессиям получше, посильнее выкидываем те исходники, которые мы считаем ненужны для запуска. То есть со своей стороны такие как бы инспекции проводим. Но понятно, что все проблемы мы не можем решить. То есть если разработчик написал плохой код, он будет плохо работать, как бы мы ни старались это ускорить. То есть мы либо должны взять и переписать вместо него, либо как бы научиться, не знаю, через LLM его проект пересобирать, что то же самое, только получилось на выходе то же самое, но работало лучше. Поэтому мы даем им рекомендации и пушим. Если проекты большие, и у нас там настроены условно алерты в чате, то есть большой какой-то проект, и мы понимаем, что на таком размере аудитории перформанс действительно может уже влиять на пользовательскую активность, то в этот момент может подключиться модерация, в этот момент может подключиться наш деврел, который придет к разработчику и начнет с ним беседовать на тему того, что давай-ка ты ускоришь свой проект, сделаешь его получше. Но у разработчика есть выбор, приходя на платформу, публиковаться в каталоге или нет. Когда он публикуется в каталоге, модерация, естественно, прогоняет и получает первичные метрики с помощью этой утилиты и смотрит вообще. Оно работает только на Wi-Fi, и поэтому никто не замечает, что там 100-200 мегабайт залетает очень быстро, или оно не работает там на мобилке. То есть первичная такая проверка проходит для попадания в каталог. Если оно не грузится, то он не пройдет туда. То есть это ручная модерация, это автоматические утилиты, которые нам сигнализируют, что что-то плохо уже стало с приложением, и туда высаживается десант. Да, но, кстати, я скажу, что совершенно замечательно Деврелу, ребят, но не злоупотребляйте, конечно. Я думаю, на этом можно закончить. Руслан еще будет в кулуарах. У нас, к сожалению, 25 секунд осталось до трансляции. Давайте поблагодарим. Спасибо, Руслан. Спасибо.